А сейчас для выступления на сцену приглашается суперпрофессионал, знаток своего дела, серебряный феникс компании Василий Стах! Добрый день! Я очень рад здесь присутствовать. Я благодарю господу Джан Цин за то, что пригласил на этот юбилей. Я с радостью поделюсь с вами собственным опытом, как я развивал бизнес в Украине и с удовольствием покажу некоторые секреты, некоторые, скажем так, фишки, как мы до сих пор там, как вы думаете, выживаем. Ну, на самом деле у нас все хорошо. Кризис, как говорится, всегда только в голове. Ну, я уже вот на совещании клиниксов мы говорили, что пройдитесь вечером по кафе, по ресторанам и вы увидите, что там полные залы, все отдыхают, все гуляют, то есть никакого кризиса нет. В Одессе, в том числе, и автомобили ездят, и на марке ездят, Infiniti, Prado, Cadenne, все работали. Вот. Я хочу, чтобы именно вот эта мысль у вас продолжала, вот каждый феникс, выходя сюда, продолжает загружать вам в голову, что какую установку себе поставите, вот такой результат у вас будет. Начиналось у меня все очень давно, лет 10 назад, наверное, да. Лет 10 назад я был студентом университета, и я начинал читать книги, начинал интересоваться психологией, бизнесом, лидерством, потому что ни в группе, ни в классе я никогда не был там каким-то, знаете, заводилой, каким-то вот таким лидером какой-то вот своей компании. И меня всегда вот интересовала именно вот эта вещь. И когда вот меня пригласили в очередную сетевую компанию, мне показали, что есть возможность не только зарабатывать деньги, но и вырасти личностно, получить признание, заработать себе статус, определенный авторитет. И меня это, ну, честно скажу, да, это меня купило. Мне это понравилось. Я мечтал руководить собственным офисом, мечтал руководить своей собственной структурой и так далее. И мне объяснили, что если ты хочешь этого добиться, тебе нужно освоить новую профессию. Вот сегодня уже не раз было сказано, что это бизнес, это совсем новая профессия для вас. И мы сюда приходим все одинаковые, ну, скажем так, с нулем знаний, как новички. Неважно, сколько тебе лет. Перемью жизни нет ни у кого. Абсолютно. Это новая профессия, которую нужно осваивать. И когда ты именно так будешь к этому относиться, тогда ты спокойненько сядешь, уберешь свою гордыню, да, там, которая есть, наверное, у многих. Уберешь гордыню, уберешь свой прошлый опыт и сядешь спокойненько, будешь изучать новую профессию. Урок за уроком, урок за уроком. Вот я точно так же делал. И через некоторое время я вот начал понимать тогда, что какие-то подработки, куда меня приглашали, какая-то вот работа по найму, это все меня, ну, немножко так утруждало. То есть мой первый опыт был в зарабатывании денег, это работа на стройке. Мы как студенты там ходили подрабатывать в частные дома, где строились. И вот, ну, я много там кирпичей не мог таскать, поэтому я мало зарабатывал. И мне это было тяжело. Потом я решил поработать пиловой и начал чертить чертежи, начал делать курсовые работы своим же там однокрупником, однокурсником. Днем делал свое, ночью чертил другим ребятам за деньги. Ну, это тоже дало такой опыт, что да, как бы денег пошло больше, чем на стройке, но я все время не высыпался, и это тоже все время тяжело. Учиться как-то за троих, за четверых там и так далее. И я для себя понял, что я хочу какой-то вот другой способ зарабатывания денег, чтобы вот, ну, и не физически, чтобы тяжело не было, но и чтобы можно было высыпаться. Дальше вот меня заинтересовало именно руководство, я пошел в политику, мы собирали людей на митинги, руководили, там вот организовывали разные там встречи. И я заметил, что да, денег оказывается больше. То есть собрал себе людей, провел там мероприятия, там кто-то из лидера выступил, ну и ты за эту организацию получил каких-то денег. Ну, это интереснее стало, то есть уже такая непыльная работа, но это тоже создавало определенные трудности, потому что сверху всегда был контроль, был начальник какой-то, снизу, как говорится, всегда те, кто не хотят тебя слушать. Такая себе, знаете, как менеджер среднего звена, когда у тебя и сверху есть кто тебя, да, и есть снизу кого ты. Ну и вот такая вот терка между этими всем. То есть это очень большая нагрузка, стрессовая. Я решил оттуда уйти и занялся уже своим бизнесом. И вот что меня тупило в сетевом маркетинге и почему я до сих пор продолжаю здесь оставаться, уже 22 января было 10 лет, как я занимаюсь только этим бизнесом. Вот та вещь, которая меня тупило, это именно возможность получать процент от сети. Знаете, да, у нас есть несколько видов дохода, прямое разграждение. Вот самый главный, на который я пошел, это именно сетевой процент, сетевой доход. То есть мне объяснили, нужно построить очень-очень много, большую структуру, научить лидеров, поставить филиалы в разных городах и потом помогать и консультировать периодически каждого из них, с каждым периодически быть на связи, работать, приезжать иногда, обучать, помогать, поддерживать и тогда нам будет все работать. Вот такую вот мне заложили в программу и вот за несколько лет мы это вместе с моим спонсором, Тарасей Ричалой, мы это вот все сделали. И я вот, когда вот сегодня ехал к вам, вот думал, чем поделиться, вот что рассказать. Я решил сделать так вот, я вспомнил самые часто задаваемые вопросы, которые мне вот мои партнеры задавали в течение вот этого времени. Ну, например, я здесь вот выписал так для себя. Ну, например, как приглашать людей с высоким потенциалом, то есть людей, которые сильнее тебя. Как это делать? Ну, например, я вспоминаю свой опыт. Когда я пришел в бизнес, я там стал третьей звездой, записал список, да, и, конечно же, я туда записал всех самых таких вот в моей жизни влиятельных, сильных людей, потому что я хотел, чтобы у меня была вот такая вот структура из высокопотенциальных людей, из лидеров. И, конечно же, я написал там своих начальников, там каких-то, ну там, врачей каких-то главных там и так далее. И вот, когда я предложил спонсору, что все, вот давайте я тут два дня в бизнесе, вот давайте сейчас мне этих людей вот сюда, и вот у меня придет бизнес. Она говорит, подожди, ты их сейчас пока не потянешь, своим потенциалом не потянешь. То есть ты для них, ну, как бы еще вес не имеешь определенный. Поэтому, говорит, ты пока их отложи, ну, давай на пару месяцев пока. Поработаем со средним потенциалом, ты добьешься результата, уже появятся там первые партнеры, первые деньги у тебя придут, первая структура. И тогда, когда ты уже войдешь даже в кабинет к врачу, ты уже будешь иметь с собой несколько результатов по продукции, ты будешь иметь свою собственную убежденность. Вот. Мы так и сделали. Конечно, там, некоторых людей пришлось отложить даже там на полгода, иногда даже на год, ну, каких-то там супер-супер. Но, когда мы так сделали, то эти люди в итоге вошли, потому что тогда я был уже, ну, через год я был уже максимально уверен в том, что этот бизнес работает. И вы знаете, что, вот мы сегодня, да, говорили, вот, на доске вот там нарисовано, да, что вот люди к нам приходят на продукт, бывает, что на бизнес, бывает, что на обучение и на лидера. Вот, вот, самый, вот, не случайно, не случайно именно лидер написан наверху, то есть как самый главный, самый такой вот. Именно так и есть. То есть в этот бизнес люди идут на личность, то есть на ваши вот эти лидерские качества. И поэтому, чтобы пригласить такого же сильного лидера, если вы хотите себе именно, да, вот, сетевика или какого-нибудь очень серьезного, бывшего начальника, то вам нужно самим стать таким. А это там за первый день, ну, не станешь, не знаешь еще толком продукта и так далее. Для этого нужно время. И если вы, как спонсор, хотите, чтобы у ваших партнеров в структуре появлялись вот такие вот лидеры, вам нужно помочь своим партнерам вырастить из них таких же лидеров. Подобное притягивает подобное. Хочешь себе лидера, сам стань лидером. И вот, как вот пригласить человека. Вот, например, я вот наблюдал за некоторыми людьми, вот, у меня вот в структуре там бывает, вот. Я прошу, хорошо, расскажи, как ты заходишь к врачу в кабинет, или как ты заходишь к своему там начальнику. Что ты начинаешь говорить? Ну, они там начинают как-то там, ну, я как бы, вот, я так тихонечко так, тук-тук, там, Иван Николаевич, можно к вам? Да, я вот, как бы, вот тут у меня есть компания, есть каталог, вот, пожалуйста, возьмите, почитайте. Все, я пошла. Вот. Я говорю, и все. Ну, говорит, да-да-да, вот. Главное, чтобы меня не спрашивал, потому что я еще ничего не знаю. Вот пусть вы читает книга лучше об этом рассказывать. Вот вам диск Швиттер, и все. И убежала. И что говорю? Не подписался. Ну, конечно, не подписался. Вот. Вот то же самое там по телефону. Вот я вам объясняю, что вам нужно представить, какой бы вам самим человеку понравился. Вот. Какой вас заводит человек? Вот среди вас, может быть, есть, да, вот руководители какие-то там, бывшие начальники, руководители. Вот. Вам самим как нравится, когда вот человек заходит к вам в кабинет? Вот так вот, на коленечках. Или он заходит достойно, говорит, здравствуйте, вот я к вам, да, вот у меня тут дело. Вы с каким человеком будете иметь дело? Который висется перед вами или который нормально с вами на равных общается? Наверное, на равных, да? Вот так и здесь. То есть, оденьте теперь это на себя и представьте, какими вам нужно быть. И я помню, я по себе так и делал. Вот я вот стою перед кабинетом врача, мне там 23 года было или что там, 24. Я вот стою и понимаю, что если я сейчас не надену вот этот вот костюм, равного ему по потенциалу человека, зайду вот так вот, то ничего не получится. Я вот так вот себя сам как-то накачивал. Так. Все. Вот как видел себя начальник. Вот так вот. Все. Захожу, говорю, здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. Так. У меня есть дело. Вот у меня есть. Мне нужен партнер. Не то, что вот, я к вам там, пожалуйста, никаких прошений. Ты предлагаешь, ты не просишь. Вот у меня там в Николаеве есть женщины, которые вот, вот им нравится просить. И они потом говорят, почему у нас ничего не получается. Я говорю, потому что ты в позиции просящего заходишь. Ты сама себя видишь как просящая. А я говорю, что надо заходить как, как предлагатель. То есть, ты предлагаешь бизнес. Ты предлагаешь ему стать твоим партнером. То есть, позиция другая, внутренняя. Вот это ощущение нужно в себе вырабатывать. Никто это не сделает. Это только ты сам. Сам себе. Ну, например, еще такой вопрос был. Вот как формировать видение бизнеса у себя и у своих партнеров? Вот это вот второй вопрос. Я просто вспоминаю, как у меня, как мое видение формировало. Вот мой спонсор Тавасевич Алла, Серебряный Феникс. Она, я помню... Она каждый день, даже если мы с ней работали по телефону, а мы в основном с ней работали по телефону, потому что она жила, ну и живет в другом городе. Она всегда по телефону, даже мне, пыталась вот нарисовать, чтобы я себе представил. А если мы работали один на один за столом, то она всегда рисовала кружочки. То есть вот брала, берет и рисует, вот это вот ты, дружочек. Под тобой четыре твоих партнера. Хотя я тогда был третьей звездой, у меня ничего не было. Но она уже рисовала, говорит, вот это вот у тебя четыре твоих партнера будет. Потом под ними мы поставим еще четыре под каждым. То есть уже там шестнадцать, да, дружочков? Потом под этими шестнадцать мы еще по четыре поставим. И в итоге, вот представьте, что я это видел каждый день. Каждый день я видел вот этот вот свой будущий, растущий бизнес. Потом, когда появился там первый человек, мы вот эту вот табличку начали заполнять. Вот это Коля, а вот это уже Маша, видишь? А вот под Машей уже Петя, видишь? И так далее. И даже сколько бы там человек не было, она все время продолжала еще дальше. Все время говорили, вот так у тебя будет, вот так у тебя будет. Пока оно вот здесь вот не засело. И здесь используется один такой вот, одна такая вещь. Мы знаем, что по вере Машей да оно вам будет. Слышали такую вещь, да? То есть то, во что человек поверит, то у него и появится. То, в чем он сомневается, ну, не факт. Так и здесь. То есть смотрите, вот вы, когда учите своих партнеров, или когда работаете даже сами собой и рисуете сами себе эти кружочки, свою будущую структуру, вы должны рисовать и говорить до тех пор, пока ваш партнер в это не поверит. Как только ваш партнер в это поверит, его вера начнет что делать? Сама начнет работать. Сама начнет. Потому что вера – это очень сильный инструмент создания своей жизни. То, во что ты веришь, то и появится. Если ты хочешь, чтобы у тебя бизнес процветал, всели веру в каждого человека. И чем больше людей ты заразишь этой верой, вот этим видением этого бизнеса, вот такой бизнес ты и получишь. Я заряжал так, что я им всегда говорил, то есть мы смотрели всегда дальше. Вот я помню, когда я начинал, ну, я постепенно начинал, конечно. То есть сначала я начинал работать в офисе моего спонсора, и там были еще другие параллельные ветки. И я себе, вот у меня первая такая цель была – я хочу стать лучшим в этом офисе. Потому что я пришел, они были уже там пятые, шестые звезды, да я пришел только-только. И у меня вот была цель вот – я хочу вот их всех вот обогнать, стать лучшим в этом офисе. Когда я стал лучшим в этом офисе, мне захотелось уже свой офис. Я начал себе вот видеть, вот так – мой офис, мой офис, мой офис. Все, я в это поверил, закончил институт, у меня был уже свой офис, и я не искал работу, как многие выпускники, я уже руководил своим офисом, уже были там регионы тоже. Потом мне захотелось, чтобы мой офис стал лучшим в Одессе. Потому что было очень много офисов. Параллельных веток там других и разных. Когда мой офис стал лучшим в Одессе, мне захотелось взять Одесскую область. Все, я вот себе так вот видел. Так, мне нужен человек там, мне нужен там, там и здесь. Я не знаю, кто там, но я знаю, что там будет, потому что у меня есть такая картинка в голове. Все, у меня есть картинка. Если есть картинка, он будет работать. Завтра, послезавтра ты с этим человеком познакомишься. Где-то в глубине он стоил, где-то там, не знаю, на остановке, не важно, в автобусе где-то встретишь. Вот так должно быть. Все. И начинает появляться там, у моего партнера она поехала, там начала развиваться, потом меня взяла и я там ей помог. Потом в другом городе, в другом. Потом я себе думаю, так, Одесская область это хорошо. Я отвечу, Юг Украины. Юг Украины. Окей, там Николаевская, Герсонская, Крым и так далее. Все. Видение пошло. Начались звонки, начались. Ведь вселенная, она так работает. То, о чем ты думаешь, то ты притягиваешь. Я думал об этом каждый день. Я рисовал это каждый день для себя. Мне нравилось это. Это было мое видение и оно работает. Потом я захотел стать лучшим в Украине. Ну вот и стал. Ну все. А теперь я вот приехал сюда и вот смотрю на вас. Украину, значит… Какое сейчас у меня видение, как вы думаете, а? Я тут с вами познакомился немножко, пообщался так, узнавал кто откуда, себе тут позапоминал. Там прикинул себе, думаю, ну СНГ, не СНГ. Юг СНГ. Ну может быть. Ну да. Ну в общем. Такое. Ну я в своем процессе. Вы в своем, я в своем. У каждого в свой процесс. Когда это будет, ну как обычно это будет вовремя. Как и все в нашей жизни происходит, да? Так. Еще вопрос. Как справляться с отказами? Вот недавно ко мне приезжал новичок. В Николаеве заключил контракт. Приехал в Одессу. Захотел увидеть, за кем же ему идти. Ну приехал, посмотрели друг на друга. Он спрашивает, как справляться с отказами? Я говорю, никак. 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 Справляться с отказами не надо. Тебе надо справиться с твоим отношением к отказам. Потому что отказы – это естественная, нормальная форма ведения любого бизнеса. Согласны? Или есть какой-то бизнес, где нет отказов? Назовите мне хоть один. Не сетевой, там какой-нибудь другой есть? Нету? То есть все-таки есть. Все-таки закон Паретта работает, да? 80% нам скажут «нет». Все это знают, да? Не открыл? Ну, хорошо. Так вот. 80% обязательно скажут «нет». И не нужно бороться с этими 80%. Нужно у себя поменять отношения, что это немного. Ну, там я ему сказал, ну вот 80%, представь, отказов. Он говорит «о, это ж так много». Я говорю «нет, это нормально. Вообще-то это так везде». Вот если норма, уже спокойней принимаем, да? Здесь проблема в ожидании. То есть вообще, все наши проблемы, в основном, это из-за ожиданий. Мы вот, когда что-то делаем, мы ожидаем какой-то результат. Правильно? Мы вот что-то делаем, ну не просто ж так, мы хотим чего-то добиться. Вот там, в этом бизнесе мы хотим там подписать человека. Или познакомиться обязательно на 300, чтобы вошел. Или там, если мотивируешь, чтобы все там замотивировались, да? Или там, едешь в регион и обязательно, чтобы этот регион открылся у тебя. У нас есть какие-то ожидания. Ну вот, мне нравится такая фраза «не хочешь разочаровываться – не очаровывайся». Мы очаровываемся собственными вот этими будущими типа результатами. Мы ожидаем от людей, что они придут к нам. Мы ожидаем, что они купят что-то, да? И когда этого не происходит, потому что закон Боретта все равно работает на этой планете, так же, как и закон Ньютона, мы обламываемся. И эти обломы нам что делают? Портят настроение. А испорченное настроение к чему ведет? Ну вот, то есть замкнутый круг. То есть мы сами себя, получается, ну… Поэтому надо что сделать? Перестать ожидать. То есть проблему в ожидании. Ловите себя на мысли, когда вы что-то там едете, что-то планируете, что-то делаете. Ловите себя, а-а, я ожидаю или нет? Вопрос. А что делать вместо ожидания? Ну, как говорят, быть здесь и сейчас. Да? То есть если ты, ну, как там, буддистая версия, если ты моешь посуду, думая о посуде. Да? Вот вы когда моете посуду, вы о чем думаете? Ну вот, то есть когда ты здесь и сейчас, у тебя, ну, проще, ты не закидываешь себя в будущее. А мы же когда моем посуду, мы обычно там где-то там летаем уже с кем-то, общаемся там, о чем-то вспоминаем, там о чем-то мечтаем. И вот это вот все нас очень, ну, пробивает очень сильно. Поэтому успокаиваемся, успокаиваемся и работаем себе спокойно. То есть ведем презентацию, думаем о презентации, не думаем о будущем, там, заработаем или нет. Окей? Хорошо. Так, ну что ж, я вас благодарю за внимание, вам успехов. Спасибо.